Здравствуйте, дорогие друзья! Очередной обзор проекта «Научи хорошему» посвящен тенденциям вытеснения кириллицы латинским алфавитом на постсоветском пространстве. Накануне развала Советского Союза латинский алфавит использовали только Эстония, Латвия и Литва. После обретения так называемой независимости, руководство Молдавии, Азербайджана, Туркмении и Узбекистана, пытаясь окончательно разорвать отношения с русским миром, провели реформы по переходу на латинскую графику. Аналогичный процесс сегодня запущенный в Казахстане, где реализуется программа по переводу к 2025 году алфавита с кириллицы на латиницу. Это нововведение якобы должно облегчить освоение казахского языка, так как букв и орфографических правил станет меньше. О том, какие утраты в сфере культурной преемственности и какие расходы повлечет за собой подобный переход, Астана предпочитает не упоминать. Несмотря даже на прямые заявления МИД Казахстана о том, что в переходе на латинский алфавит нет геополитического подтекста, для всех очевидно, что этим шагом руководство страны задает вектор в сторону западной модели развития. С этой позиции следует рассматривать информацию о том, что отказ от кириллицы начинают обсуждать на Украине и в Таджикистане. Язык, так же как и средства массовой информации, это сфера информационного противоборства. Доводы о том, что латинские буквы занимают меньше места на бумаге, людей будет легче обучать грамоте и так далее, звучали и в 20-е годы прошлого века в Советском Союзе. До тех пор, пока 25 января 1930 года политбюро ЦК ВКПБ под председательством Сталина не приказала остановить разработку плана по латинизации русского алфавита. Подобные попытки были и в современной России. В 1999 году в Республике Татарстан был принят закон о восстановлении татарского алфавита на основе латинской графики. Но в 2004 году постановлением Верховного Суда Татарстана он был отменен. Тем не менее, в повседневной жизни предпринимаются попытки излишней латинизации русского языка. Это особенно заметно по многочисленным иностранным названиям, встречающимся на наших улицах. Особое удивление вызывает, когда российские фирмы и даже государственные предприятия на территории России начинают использовать в своих логотипах латинский алфавит вместо кириллицы. В этом фоне позиция президента России, который в ходе своих выступлений регулярно затрагивает тему важности сохранения культуры и русского языка, выглядит более чем актуальной. Учитывая, что руководство России занимает открытую позицию по данному вопросу и выступает против латинизации русского языка, проектами «Научи хорошему и политическая практика» было подготовлено обращение, в частности к председателю совета директоров ООО «КамАЗ» Сергею Чемизову о возврате написания торговой марки с латиницы на кириллицу. Копия обращения была направлена председателю комитета Госдумы по образованию Никонову Вячеславу Алексеевичу, который в ответном письме поддержал наше обращение. Письмо опубликовано на сайте и может быть использовано как шаблон при отправке аналогичных обращений руководству российских компаний, которые по каким-то причинам, возможно, в погоне за прибылью, забыли о более важных вещах. Призываем вас от своего имени направлять подобные заявления и занимать более активную гражданскую позицию. Смелее, товарищ, гласность – наша сила! Подписывайтесь на наш канал в YouTube, ставьте отметки «Мне нравится», комментируйте видеообзоры и присоединяйтесь к проекту «Научи хорошему». До новых встреч!